Больше всего долгов накопилось у частных коммерческих предприятий, однако бюджетные мупы и гупы тоже стали задерживать выплаты, заметил глава региона. Яркий пример – муниципальные автотранспортные предприятия в Сочи. Несмотря на большой пассажиропоток, компании должны сотрудникам почти 40 миллионов рублей. Вениамин Кондратьев потребовал разобраться в ситуации руководства города. Такой поток туристов, отдыхающих, сезон подрелён практически до 1 ноября в Сочи. И что, они не могут заработать автотранспортные предприятия себе на зарплату, что ли? Не могу понять. Мы говорим сейчас задолженность не за глухую осень и за зиму с весной, мы говорим за вас летний период она образовалась. Просто поищите, где воруют, и всё больше в этой схеме, между расходами и доходами, и как вы там, забалансируете. Это летний период, курорт. То есть, забитая Сочи, на самом деле, отдыхающими. Потому что на зарплату можно заработать. Зарплата на сегодняшний момент будет выплачена. Долги по зарплатам серьёзно бьют и по консолидированному бюджету региона. Из-за невыплат снижается объём и по налогу на доходы физических лиц. По этому показателю в регионе недосчитались почти 5 миллиардов рублей. В том числе и потому, что многие компании платят зарплату в конвертах. В Краснодарском крае неформально занято в экономике на предприятиях у предпринимателей около 600 тысяч человек. Вовлечь в реальную экономику и платить зарплату в белую, как говорят, это наша задача первостепенная. Это огромный резерв, который мы должны задействовать. В целом в консолидированный бюджет, по словам губернатора, в этом году должно поступить не меньше 208 миллиардов рублей собственных доходов, пока этот план удалось выполнить на 68%. За наполняемостью бюджета стоит выполняемость всех наших социальных обязательств перед нашим населением. Если мы с вами бюджет не наполним, то выполнять обещания просто будет нечем. Так в некоторых муниципальных образованиях до уровня прошлого года не дотягивают. Или управлять разучились, или просто устали от того, что нужно работой заниматься ежедневно, с утра до вечера. И по часу, может быть, даже без выходных. По сравнению с прошлым годом, в регионе есть возможность увеличить бюджетные доходы как минимум на 7%. По мнению Вениамина Кондратьева, в крае нет предпосылок для снижения волового регионального продукта.